Лыжные гонки И выступают главные звезды Дирового лыжного спорта Чтобы увидеть все Своими глазами А главное показать вам Поэтому все детали гонок Все нюансы и все подробности Вы обязательно увидите в этом репортаже Скидывайте ссылку друзьям Которые тоже любят лыжные гонки Ставьте лайк этому выпуску Чтобы больше людей подключалось К нашему материалу Пишите в комментарии За кого из мужчин лыжников вы болеете И подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить И следующие репортажи С лыжных событий А также интервью топовых спортсменов А также в этом выпуске Комментарии известных лыжников Артем Мальцев Илья Семиков И Савелий Корыстилев Дали интервью сразу после финиша А также тренер известнейший Юрий Бородавко-Поделюс С впечатлением от гонки Не пропустите Ставьте лайк Пишите ваши комментарии И подписывайтесь на канал А мы начинаем Всем спортивный привет Старт Кубка России Первый этап Вершина Сеои И сейчас Мужская гонка Начинается Все лидеры Все самые крутые Быстрые Классные Наши любимые лыжники Выйдут на дистанцию Для насмотреть за прохождением Трассы За борьбой на дистанции Ставьте лайк Этому выпуску Чтобы больше людей Любящих спорт Лыжный Подключалось к нашему Репортажу Из вершины Сеои И пишите Ваши комментарии За кого сегодня болеете Потому что список участников Длинный И красная группа В ней Очень И очень Уважаемые Известные Быстрые спортсмены Поэтому напишите В комменты За кого вы Болеете сегодня Поделюсь Что женская гонка Уже закончилась Выпуск с нее Есть на моем канале Поэтому после Этого Репортажа Переходите И следите За тем Как проходила Гонка Среди девушек Ну и подписывайтесь Чтобы ничего не пропустить Много интересного Нахожусь В вершине Сеои И другие Лыжные соревнования И биатлон Захватываю Поэтому Просто Эксклюзивного Контента Очень много Подписывайтесь И скидывайте Ссылку друзьям А я побежал На старт Следить за тем Как разминаются И готовятся Спортсмены К выходу На дистанцию Продолжение следует Старт Старт этой гонки Продолжается Много участников Еще больше Мужчин Чем Стартовала Женщин Выходят Выходят номера Сейчас 76 Номер На старте Находится Следим Солнце вышло В вершине Это здорово Вон сюда Это приятно На лыжных стартах Смотрим гонку Сейчас Номер Вернее Еще Всего Стрим Уздно Это Вернее Открыты Болковия Стрим Встро Ск literally Стрим Вас Продолжittens Продолжение следует... Рома! Продолжение следует... Рома! Продолжение следует... Рома! Продолжение следует... Рома! 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 И идем на подъемы, иду на трассу в самое пекло, где сейчас раздача, я думаю, происходит, потому что борьба серьезная, предстоит много участников, много титулованных, известных спортсменов. И, кстати, первые номера, Большунов только ушел в гонку, а первые номера в этот момент, если те, кто стартовал в начале стартового протокола, уже некоторые финишируют и заканчивают свою гонку, вот что интересно, обычно бывает такое, еще необычно, а бывает такое, что, например, первые участники бегут, у них погода, солнце, все такое проще, а у последних дождь может пойти или еще что-то. В общем, смысл в том, что большой промежуток стартового времени и условия могут изменяться. Здесь все солнце появилось после женской гонки, не знаю уж, специалисты, напишите в комментарии, как вы считаете, может ли это сказаться каким-то образом на скольжении лыж. Группами собираются спортсмены, друг друга догоняют, и по несколько человек обычно выкатываются вот и здесь, посмотрите, двое. Субтитры делаю. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Александр Большунов, который под последним номером стартовал, сейчас бежит по трассе. Большунов забрал группу, которая перед ним шла. Сейчас с ней работает, не обходит. Большунов в группе идет по-прежнему. Перед ним недалеко один из спецов. Там перед спецовым Мальцев. В общем, следим на трассе, стоим и все нюансы видим. Уходят от группы. Мы Александр Большунов. Ну и группа, посмотрите, в пределы. Видимо, кто-то решил цепануться за Большуновым. Давай, давай! Артем, 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 он попал, хорошо. Артем Мальцев проходит на очередной отсечке. Денис Спецов проходит очередной подъем. Витя обгоняет сейчас коллегу по трассе, а нет, не обгоняет. Александр Большунов на очередном круге. Савелик Криселев и его тренер Егор Саврина буквально сопровождает по ходу трассы с информацией по ходу гонки. Плотная борьба и действительно вот там в зоне тренерской постоял я и слышно, как Егор Саврина и другие наставники передают информацию своим спортсменам по ходу гонки, по тому, как они и на каком месте идут, а главное, сколько им нужно добавить, чтобы, например, подняться на Крюбеньку выше и занять второе, третье, четвертое, пятое, неважно, место, за которое они борются. Артем Мальцев, ход по трассе. Финиш Савелия Криселева. Борются сейчас за вторую позицию с Артемом Мальцевым. С Егором Савриным перед стартом этой гонки говорили в прошлом выпуске к женскому, к женскому старту, есть его интервью, он говорит, что Большунов сейчас, конечно, очевидный лидер, такой фаворит, самый большой, поэтому смотрим здесь на трассе, продолжаем следить за гонкой, еще много спортсменов бегут на финиш, предстоит нам смотреть за этим за всем. И Большунов, и Мальцев, и Денис Спецов, в общем, фавориты бегут еще. Финиш Артема Мальцева, пока Савелий Криселев на финише первым значится, посмотрим, кто выиграет это противостояние за секунды. Очень мощно финиширует Артем Мальцев. Остаются десятки метров до финиша, до конца этой дистанции. И все-таки сдвинул Артем Мальцев Савелия Криселева со первого промежуточного места, сейчас именно Артем Мальцев занимает лидирующую позицию, но на трассе остается Денис Спецов и Александр Большунов, они как раз могут серьезно посостязаться за эту первую позицию, поэтому смотрим, следим, продолжаем наблюдать за этой гонкой. Денис Спецов на последнем подъеме, подходит к стадиону, финиширует, заканчивает гонку и посмотрим, какой результат будет в итоге, следим. Денис Спецов, олимпийский чемпион, на финишной прямой прямо сейчас. И здесь же Александр Большунов, на этом же подъеме, посмотрите, два разницы, два номера, разница у спортсменов Спецова и Большунова, и это финиш гонки. Ну и яркий, конечно, финиш показали и Денис Спецов, и Александр Большунов, и Артем Мальцев. Несся, как он на финишной прямой, это было очень эффектно, пока трех лидеров такая. Большунов первый, Мальцев второй, Коростелев третий. Первые три места. Ну, считывая, что Большунов стартовал под последним номером, видимо, так оно все и остается. Большунов первый, Мальцев серебряный призер. Ну, а Савелий Коростелев занимает третью позицию. Идем на финиш, посмотреть на чемпионов после гонки. Илья Семиков, известный лыжник. Илья, подскажите, как сегодня вообще сложилась для вас эта гонка? Как ее оцените? Ну, наверное, вторая гонковая гонка в сезоне. Погода морозная, трасса тут тяжелая, небольшая высота даже есть, тысяча метров. Поэтому чуть-чуть с воскладкой не получилось. И гонка сложилась тяжело, но, в принципе, довольным состоянием нам до начала сезона. 900 метров, там, тысяча метров высота, ее все о ней говорят. Насколько она вообще дает о себе знать во время тренировок, во время гонок? Ну, во время тренировок, наверное, не чувствуешь ее во время уже гонок. Чувствуется, что надо чуть-чуть поспокойнее начинать, поберечься на последние круги. Никак на равнинах трассах. Насколько вот первый этап Кубка России, насколько это важно для вас здесь показать хороший результат? Ну, хочется уже с начала сезона показывать высокие места, бороться за медали. И, конечно, есть главные старты, но и в начале сезона важно уже, как говорится, заиграться. Потому что даже вчера, когда делал проработку, вроде бы, ну, это после обеда был, вроде бы, потом сказал, что там, сзади бегу, а потом сделал работу и чувствую такое напряжение. И уже, даже вчера вечером, это было под вопросом начать с сегодняшней гонкой. Вроде бы, пока все нормально, но, опять-таки, можно догадывать. Это может быть уже завтра день. Тем более, следующая гонка спринт. И спринт, мне кажется, с таким большим вопросом. Тренер сборной России Юрий Викторович Бородавко. Юрий Викторович, насколько вы довольны сегодня выступлениями своих ребят? Ну, это первая гонка, начавшаяся Кубка России. Вот, то есть, это начало пути, поэтому, то есть, ну, те, кто пробежали хорошо, то есть, рад за них еще будет после гонки анализ со спортсменами. А кто-то приболел, то есть, все в разных функциональном состоянии подошли. Поэтому, то есть, каких-то далеко идущих выводов не делаем. А сколько важно вообще для вас, как для тренера, чтобы ваши спортсмены уже здесь, на первом этапе Кубка России показывали результаты хорошие? Ну, мы к этим соревнованиям готовились, для нас они важны. И каждый этап, это все-таки сумма очков, есть определенный стимул бороться. Поэтому не было такого, что мы эти соревнования не обозначали, мы их, естественно, готовились, но, то есть, ну, по определенному плану, все равно главный старт у нас это Спартакеада и Чемпионат России. Расскажите, пожалуйста, от Натальи Непряева себя не было на старте, и по какой причине что случилось? Наталья пока, то есть, не в тех кондициях, которые, то есть, нужны, вот, требует себе определенное дообследование, вот, поэтому, то есть, пока она, то есть, не может соревноваться. Церемония награждения после гонки собрались все призеры и еще три человека, то есть, топ-6 награждается на этих соревнованиях, и ребята ждут вручения призов. Ура! Артем Мальцев, серебряный призер сегодняшней гонки. Артем, поделитесь, как для вас она сложилась, насколько довольны? Ну, скажем так, начало сезона пока не особо было такое, которое хотелось бы, потому что были под такой сильной нагрузкой, очень много силовой работы, а, скажем так, я сейчас маленько подотпустили силовые, и пришла вот эта та скорость, которой хотелось бы. По сегодняшней гонке, в принципе, все хорошо. Шел, вели тренеры по дистанции, сзади тоже, как бы, с Большуновым, с остальными вели. В итоге шли где-то там, чуть-чуть проигрывал Саня, и потом даже еще на последних километрах получилось чуть-чуть отыграть у него на финише. Ну, в принципе, доволен. Такой мощный финиш, я смотрел, у вас был. За сколько довольны именно в последнем отрезком дистанции? Ну, очень хорошо, что впереди меня в минуте был Антон Тимашов, я его увидел, и, скажем так, сам себе сказал, что я его догоню до финиша любой ценой, и перед последним подъемом я к нему приблизился, и последний подъем мы с ним параллельно вышли, и вместе работали. Так скажем, он мне помог, то есть, ну, выдать именно ту скорость, которая получилась. Первый этап Кубка России. Насколько для вас важно сразу, с начала сезона, показывать хорошие результаты? Ну, в том году у меня тоже, в принципе, начало сезона было даже лучше, чем сейчас. На том же первом этапе Кубка России в том году у меня маленько не получилось пойти, как бы, выиграть там, или вторым быть. Я был третьим, хотя шел там у Сани Большунова, вообще выигрывал порядка там 5 секунд. И было довольно-таки холодно, и, скажем так, плохо размялся, и не хватило, то есть, до финиша. Это когда у вас в глазах потемнело, да? Да, 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 это тогда было как раз, когда на последнем круге у меня и догнал Савелия, потом он от меня отъехал, то есть, тогда так тяжело было. Савелий Крысулев, третий сегодня. Насколько доволен гонкой? Более чем. Достаточно хороший результат. Впереди только Саша и Тёма. Не хватает, конечно, Алексея и Ивана, но надеюсь, будем бороться с ним по ходу сезона. Перед гонкой планировал в тройку заезжать, или вообще какие цели были на эту гонку? Цели на каждой гонке быть как можно ближе к тройке. Так что я выполнил свою задачу на эту гонку, тем более, просто полномерно будем разгоняться, так что все в порядке. Есть то, чем недоволен в этой гонке? Может быть, где-то не получилось отработать на какой-то участке трассы или все-таки? Скорее, вот финишный круг немножко все-таки я прошел в том же темпе, что и шел, хотя стоило добавить. Ну, просто не хватило немножко сил. Насколько тебе важно на первом этапе уже показывать хороший результат и уже в тройку попадать? Это важно в начале сезона? Если мы боремся за Кубок России, важно в каждой гонке быть как можно ближе, потому что победит, говорит тот, кто пройдет наиболее стабильно и без пропусков. Ну, раз ты заговорил про Кубок России, у тебя есть в планах борьба за Кубок России? Конечно, почему бы и нет. В вершине Тёя Кубок России, большие соревнования. И обязательно ставьте лайк этому эфиру, этому репортажу, чтобы больше любителей лыжного спорта подключалось к нам сюда, к нашему движению спортивному лыжному. И совсем забыл. Вершина Тёя – это место очень далекое. И чтобы добираться до этапов Кубка России по лыжным гонкам, чтобы тысячи болельщиков, десятки тысяч, сотни тысяч человек смогли увидеть, как борются наши чемпионы, любимые лыжники, для этого, разумеется, нужен бюджет. Поэтому вы можете поддержать мой проект по освещению лыжного спорта. Вы можете оставить донат, пожертвование, вся подробная информация есть в описании, или оформить подписку на сервисе Бусти. Также вся информация есть в описании. В таком случае вы можете оформить небольшое, но регулярное пожертвование. Это позволит планировать бюджет лыжных командировок. Благодарю вас за внимание и за помощь. Ваши донаты – это действительно серьезная поддержка. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всего вам доброго, увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok